Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим классификацию тестоприготовительных агрегатов и процессы в бродильных камерах этих агрегатов. Брожение опары теста осуществляется в специальных емкостях. Оно является наиболее продолжительным этапом технологического процесса приготовления хлеба. С целью механизации бродильные емкости комбинируются с тестомесильным дозировочным транспортным оборудованием в тестоприготовительные агрегаты. Основным функциональным элементом тестоприготовительного агрегата является бродильная емкость. Рассмотрим подробнее классификацию тестоприготовительных агрегатов. В тестоприготовительный агрегат входят дозировочные станции, тестомесильные машины, бродильные емкости и транспортные приспособления. По способу приготовления теста различают агрегаты периодического и непрерывного действия, а также комбинированные. В зависимости от схемы тестоведения агрегаты разделяют на однофазные, безопарные и многофазные опарные. Последние могут быть с густой или жидкой первой фазы или же на густой большой опаре. В зависимости от способа управления процессами различают агрегаты с ручным и автоматическим управлением. Подробно рассмотрим процессы в бродильных камерах тестоприготовительных агрегатов. Процесс брожения теста по времени занимает около 70% длительности производственного цикла приготовления хлеба. Он сопровождается рядом физических, коллоидных, биохимических и других процессов, в результате которых тесто созревает, приобретает определенную структуру, происходит накопление ароматических и вкусовых веществ, изменяются состав и состояние отдельных компонентов. Брожение может осуществляться в несколько приемов или фаз. При однофазном или безопарном процессе замешиваются и бродят сразу все компоненты. Брожение длится обычно от двух до четырех часов. При двухфазном или опарном способе сначала замешивают опару, часть компонентов, около 50% муки, воду и дрожжи. Дают им выбродить от трех до четырех с половиной часов. А затем на опаре замешивают остальную часть муки. Положенные по рецептуре добавки и сбраживают в течение одного-полутора часов. Существуют и многофазные способы тестоведения. Безопарный способ применяют при приготовлении теста из пшеничной муки высшего и первого сортов. Изделия из которых характеризуются низкой кислотностью. Опарный способ тестоприготовления характеризуется большой общей продолжительностью брожения. И поэтому в тесте накапливается больше ароматических и вкусовых веществ. Более глубокой обработке подвергаются составные части муки, что приводит к повышению эластичности мякиша и лучшему сохранению его свежести. Большинство тестоприготовительных агрегатов работает на двухфазной схеме тестоведения. Процессы протекающие в бродильной камере без опарного тестоприготовительного агрегата представлены на слайде. При двухфазном тестоведении процессы повторяются с той лишь разницей, что между ними вводится процесс замеса теста с добавлением муки, воды, соли и некоторых других компонентов. В процессе брожения наиболее значительно изменяется плотность трехфазной гомогенной смеси из-за накопления газов, выделяющихся в результате жизнедеятельности организмов. Углекислота, спирт, молочная кислота и другие придают тесту специфический вкус и запах. Интенсивность брожения зависит от температуры, состава, свойств, концентрации питательной среды и функционального состояния бродильной микрофлоры. Наиболее существенное влияние на интенсивность брожения оказывает температура, что можно определить по количеству выделяющейся углекислоты. При повышении температуры до 40 градусов Цельсия брожение вначале идет более интенсивно, но в дальнейшем процессе замедляется. При этом определяющими оказывается скорость размножения дрожжей и кислотность среды. При уменьшении температуры брожения до 25 градусов Цельсия скорость накопления углекислоты снижается почти в два раза. Оптимальной температурой следует считать 30 градусов Цельсия. Приведенные зависимости показывают, что температура процесса является наиболее важным параметром, позволяющим управлять процессом брожения. При применении жидких опар в бродильной камере агрегата температуру можно регулировать в широких пределах, используя простейшие теплообменники и термостатирующие рубашки. При работе с густым тестом осуществить терморегулирование почти невозможно. Из-за очень низкой теплопроводности теста, высокой его вязкости и липкости. Поэтому применение в тестоприготовительных агрегатах жидких опар имеет еще и то преимущество, что облегчает управление процессом брожения путем терморегулирования. При снижении температуры до 12-15 градусов Цельсия брожение задармаживается, что позволяет вести процесс с остановками, то есть обеспечить работу тестоприготовительного агрегата при одно- или двусменной работе. При этом следует обязательно учитывать и специфику кислотонакопления в опарах и тесте. При брожении объем опары увеличивается более чем в два раза. Брожение следует заканчивать в момент достижения максимального объема. Динамика изменения плотности пшеничной опары представлена на слайде. Кривые наглядно иллюстрируют основные зависимости и позволяют получить необходимые исходные данные для расчета бродильных ямкостей агрегатов. В процессе брожения белковые вещества теста подвергаются действию протеолитических ферментов, протеолизу, гидролитическому расщеплению, окислению и пептизации. Крахмальные зерна под действием амилолитических ферментов частично преобразуются в сахара с накоплением мальтозы, которая расходуется на питание и размножение дрожжей. Указанные изменения состава вызывают и некоторое перераспределение влаги между компонентами. Брожение происходит с повышением температуры теста на 1-2 градуса Цельсия. Кислотность среды возрастает для пшеничного теста с 2 до 3 градусов. Плотность теста снижается от 1,05 до 75 сотых килограмм на кубический дециметр. Существенное изменение претерпевает и консистенция теста. После выхода теста из теста миссильной машины происходит экспоненциальное снижение напряжения сдвига. А после 3-х часов брожения показатели начинают повышаться. Снижение предельного напряжения сдвига в конце процесса происходит при транспортировании опары шнековым питателем к тестам миссильной машине. Рожаное тесто и опара имеют весьма лобильную структуру, более высокую кислотность. Кривые изменения эффективной вязкости рожаной, густой закваски и теста представлены на слайде. На основании исследования указанных зависимостей Казмина и Быстрова пришли к выводу, что величина эффективной вязкости может служить критерием оценки свойств рожаных полуфабрикатов и, следовательно, показателем готовности рожаного теста. В этом видео мы рассмотрели классификацию тестоприготовительных агрегатов и процесс в бродильных камерах этих агрегатов. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!